Подруги, привет! И добро пожаловать на мой канал! Для тех, кто впервые меня посетил, меня зовут Датса, и я мама 6-месячного малыша по имени Рэм. И на нашем канале мы разговариваем обо всем, что связано с материнством и малышом. Сегодня у нас по плану был видеоролик наших мастхевов в 6 месяцев, но в царстве и государстве у нас другие планы, и этот ролик мы отложим на следующий понедельник. А все потому, что к нам приехала вот эта! Посылочка из Озона! К нам приехал, наконец-то, наш стульчик для кормления, и сегодня мы будем делать распаковку этой огромной коробки и будем пытаться собрать этот стульчик и понять, хорошим или нет. Поехали! Так, первое, что мы достали из коробки... Коробка! Сосед, заткнись! Короче, это наша столешница, я так понимаю, вот такая. Первым делом, значит, читаем. Стульчик у нас компании Пекпорега, итальянский. Прима Папа Фоллоу Ми называется. Вот такой вот прекрасный стульчик. Тут у нас разные всякие функции, значит, что мы можем с ним сделать. Во-первых, у него регулируется наклон самого стульчика для малышей, которые либо еще не сидят, либо уже сидят. В общем, для разных возрастов. Есть колесики, которые помогают стульчик легко передвигать по помещению. И, собственно, разные еще функции, которые мы будем смотреть по ходу пьесы. Все тут уже собрано. Хватили, ничего не надо будет делать. Погодите. Сейчас. Вот это фигурка. Так. Заказала, как понимаете, стульчики цвет кухни, а именно черно-сир. Пекс, пекс. Та-дам! Вот он. Вот он наш стул. Ну, давай. Сейчас главное понять, как это все дело работает. Но первое, что уже понятно с этим стулом, что он очень и очень компактный. Так, сейчас покажу все вблизи. Вот таким вот образом стоит стул у нас в собранном виде. В общем, в коробке он так к нам и пришел. Вот. Надпись Пек Парега. И что у нас здесь есть? Значит, у нас есть черная кнопка вот здесь вот, с одной и с другой стороны. По бокам этого стульчика эти кнопки и рычаги также имеются здесь, сзади один и второй. При нажатии этих кнопочек, я так понимаю, у нас раздвигаются ножки. При нажатии этих рычагов стульчик поднимается вверх и вниз. И таким образом я регулирую, как сидит мой малыш. Либо он сидит отдельно, ну, подобно его стулу Baby Burn, а либо же можно этот стульчик поднять на высоту нашего обеденного стола. Значит, нажимаю эти две кнопки. Опс. Супер. Слушайте, легче процесса я в своей жизни, наверное, представить не могу. Стул пришел, и ты просто без проблем в секунду, вот прям как записываю ролик, я разбираюсь, что с ним сделать. И при нажатии этих двух рычагов поднимается наш стульчик до уровня стола. Ну, супер. Также сидение выполнено из эко-кожи, что мне нравится, что означает, будет легко стульчик чистить после вечеринок малыша. Здесь сзади есть крючки, за которые чехол цепляется к стульчику. И, очевидно, его удалить очень-очень легко. Единственное, что я уже вижу, ремни. Ремни, так сказать, мне кажется, будут грязными всегда, потому что сюда будет попадать еда, и все это будет очень-очень грязно и неудобно. Ну да ладно, надеюсь, что если еду удалять сразу с ремней и со стульчика в принципе, это все дело будет быстро и легко очищаться. Так, здесь я вижу, есть опора для ножек. Тоже также есть черные две кнопочки, которые, наверное, помогают, да, которые помогают нам выбирать наклон, а также для ножек малыша. Так, расскажите мне, куда мне нажать для того, чтобы изменить наклон. Еще одна кнопка есть, я так понимаю, это нажатие этой кнопки у нас поменяется на клон. Так, давайте пробовать. Вот именно. Опа! Супер! Со стороны производителя очень-очень здорово, что кнопки черного цвета, и все одинаковые. Следовательно, если тебе нужно найти какой-либо рычаг, ты знаешь, что он точно будет черного цвета. Интересно, сколько здесь шагов наклона. Так, первый, второй, третий, четвертый. Хм, целых пять. Так, столешница. Вот она, столешница. С ней пришлось малость повозиться. Здесь сзади есть специальный рычаг, который контролирует систему крепления столешницы к стульчику. В общем, я нажимаю этот рычажок и помещаю крепление в отверстие и отпускаю. И тарам! Встала наша столешница на стульчик крепким-крепким образом. Значит, что у меня тут на столешнице, что я вижу? Есть у нас силиконовая вот такая вот штучка-подносик, который может удалиться. Со столешницы и легко помыться. Здесь также есть крепление для стаканчиков. Так, на этой всей красоте есть у нас наклейка, которую я попытаюсь сейчас отодрать. Так, по-другому. Папа-фау-луми. Обожаю наклейки, которые просто входят. Ну, в общем, вот такая вот красота получается. Также здесь сбоку есть рукоятка, при нажатии которой можно отправить столешницу в вертикальное положение, я так понимаю, на случай, если мы стульчик складываем. Сейчас проверим. Такс, сложили. Это опустили. И вот компактным образом все это встало. Окей, перед нашим главным-главным тестом и посадкой малыша в это кресло, мне нужно ему приделать колесики. Вот у нас четыре колеса. Эй, колеса! Вот такие четыре колесика со стопперами. В общем, они позволяют этому креслу быть мобилем. Так, давай, раздвигайся. Крош! Ну что ж, колеса вертятся на 360 градусов, что позволяет очень и очень удобно маневрировать этой всей прелестью. Так, готов, Крошик, к главному нашему тесту? Сейчас мы поднимем вверх и будем тебя сажать, Кроша! Давай-давай, не моби! Так, стульчик, так. Так, это не достаем. Два. Ну вот. Так, я сразу сделаю нашу спинку немножечко с большим наконом, потому что Кроша моя пока не сидит. Так, надо разобраться, что у меня с ремнями. Значит, у нас есть здесь ремень-ремень, два крепления ремень-ремень. Так, сейчас проверим, как это все работает. А, все, я поняла. Очень просто все это отсоединяется и отправляется по бокам. Ну что, котенок, готов? Давай будем тестировать. Мы тебя посадим, Крошик. Так, давай. Садись, моя Кроша. А, смотри. Мобили, какой стульчик. Так, давай мы тебя сразу пристегнем. Так, здесь все это направляется. А, как интересно, Кроша. Как интересно. Смотри, мишки классные. Давай мы сразу вот тут подкравим. Так. Крошик. Так, давай. Где у нас тут наше крепление? Крепление сюда. И крепление сюда. Так. Слушайте, ну пока смотрится все очень даже достойно. И очень даже здорово. Крошику комфортно. Крошик сидит. Давай-ка мы тебе стол поставим. Так, давай. Опа. Раз. И два. Очень слегка. Опа. Кто тут сможет обедать за столом? Господи. Ну это, конечно, еще время займет, пока ты сможешь присесть. И вот прям свою еду тут на столе раскладывать. Но ничего, очень скоро. Сегодня мы протестируем этот стул и надеем малышу прикорм. Короче, подруги, у нас сегодня опять неделя прикорма получается. Потому что в понедельник, кто не смотрел, обязательно заходите в список видео и посмотрите нашу предыдущую неделю прикорма, в которой мы водили малышу батат. Этот ролик у нас вышел в понедельник. Ну что ж. Крошик, первая ложка. Ага. Может, попробую тебя поднять? Давай попробуем поднять тебя. На один шажочек. Вот. Мне кажется, так тебе будет удобнее. На один шажочек. Опа. Короче, моя. Приехал наш стульчик сегодня, как доблестный рыцарь, спасать наш Бэби Бёрн от разрушения постоянных кормлений в этом шезлонге. Ну, руки тебе за голову удобно-то класть. Помада. Мама тебя целует, у тебя помада на лбу. Будучи гениальной женщиной, я поняла, что буду спасать ремни с линявчиками. Просто-напросто буду повязывать поверх ремней с линявчиком. Да? Короче. Ой, господи, наверняка я единственный на планете, кто до этого додумался. Жалко, что не сегодня. Ну, а в общем и в целом, я покупкой очень-очень довольна. Очевидно, малыш тоже. Ему комфортно. У нас наряду с этим стульчиком также были еще другие модели Бэк Парега, которые были подороже. Этот стоил в оригинале, по-моему, 15 тысяч. Но мы на Озоне со скидками всеми заказали его за 10. Другие расцветки там такие, как оранжевый, зеленый и так далее. Они были с большей скидкой за тысячу, по-моему, 8-9 можно было приобрести. Но так как нам важно было так же, как он смотрится на нашей кухне и в принципе помещениях, то мы взяли черный с серым. И также рассматривали компанию Нуавито. У них тоже вроде бы как неплохие стульчики. И я уже в какой-то момент решила, что, ай, возьму тот. Но отказалась после прочтения отзывов других покупателей, которые писали о том, что все-таки там есть ряд недостатков этого стульчика. И я решила не рисковать и заказала Бэк Парега. Это более, мне кажется, такой достоверный и безопасный вариант. Ты куда собрался, Крош? Куда ты собрался? Иди сюда. Ты бишь, ты бишь. Так, давай, 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 давай. Крош, а? Я тут. Перестаньте, давайте. Ну все, мы с тобой доели. Пусть у нас ледки. Давай. Ну все, мы с тобой доели. Порция оселена. 200 миллилитров нашего батата. Давай выпьем лицо. И держи свой банан. Нам, кстати, с тобой еще в Инстаграм нужно запилить сториз. Мы, между прочим, худо да бедно, но активизировались в Инстаграме. Поэтому подписывайтесь на нас также в Инстаграме. Да? Потому что мы публикуем практически, наверное, каждый день туда сториз. Особенно в те дни, когда мы не имеем наших выпусков здесь на канале. А на канале наши выпуски выходят в понедельник и в четверг. А к нам наконец-то доехал наш стульчик для кормления. Мы только что съели целую порцию нашего прикорма. 200 миллилитров. И должна сказать, что Крошику было сильно комфортно в его новом стульчике. Стульчик пока порыга, между прочим. Да, Крош? Также вот одновременно пишем сторизы и пишем наш влог. Так что в четверг подключайтесь на наш канал на Ютубе и мы покажем вам распаковку вот этой красоты, которая сегодня утром к нам приехала. Ну что ж, на этом мы сегодня заканчиваем наше вещание и наш выпуск. Подписывайтесь на наш канал, если вам нравятся наши выпуски. Ставьте лайки, если вам понравился наш стульчик и Крошик. И, конечно же, пишите в комментариях, какими стульчиками для кормления пользуетесь вы. И довольны ли вы с вашими покупками. Ну а мы на сегодня прощаемся. Скажи подруге. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok